Всем добро пожаловать на наш канал из мира красивых вещей и японских, точнее американских автомобилей. Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре необычная немножко машина. В принципе, это ее комплект, это у нас RTR, она немножечко у нас с пробегом, так он не в самом лучшем состоянии. Вот, что в ней интересного? В первую очередь это у нас McLaren. Макларен, который на тот момент, на момент производства этой машины еще был собственностью BMW компании, ну BMW. Вот, естественно, у него сердце от BMW. Сейчас мы быстренько пройдемся, то есть у нас тут все вот в таком стиле. Ну, повторюсь, машина немножечко, то есть сам кузов немножечко с пробегом, шестька-то новая, а кузов немножечко с пробегом, поэтому будут у нас тут и повреждения, и грязь, и пыль, и все остальное, но тем не менее это не особо важно. Вот у нас F1 GTR McLaren, вот это указано, он достаточно широкий такой. Сейчас я объясню, к чему вообще этот выпуск. И он у нас сделан, в принципе, ну, это кузовной чемпионатом какой-то был, и американский флаг. Все в американском флаге, и при этом надпись BMW, как видите. 39 номер, монодворник, жабры-жабры, воздухозаборничек такой, там тоже куча решеток. Здесь у нас тоже воздухозаборники, рёбра, антикрыло, диски прикольные, кстати, достаточно такие аутентичные. Бампер, лба. И, собственно, мы переходим к самому главному, то, о чём я, в принципе, уже много раз рассказывал, и мне не трудно, в принципе, повториться ещё раз. Итак, что мы тут имеем? Это у нас шаська MR02, вот, которую уже миллион раз вы видели на моём канале. Но, что в ней особенного? Это у нас моторама MM. О моторамах уже был выпуск, там тоже тысячу раз я сказал одно и то же. И сейчас снова-заново буду повторяться. В чём смысл? Мотор у нас в базе. И что это нам даёт? Это даёт полную аутентичность, полное соответствие модели самого кузова. То есть, мотор у нас находится в базе, как в оригинальном автомобиле. У этого решения есть огромное количество плюсов, то есть, как развесовка, стабильность, там, бла-бла-бла, всё вот это вот. Но есть и свои, там, другие стороны. В первую очередь, это более длинная колёсная база. Это, конечно же, плюс к управляемости, то есть, более длинная машина, более устойчивая. Но минусом такого решения является более, скажем так, ограниченный выбор кузовод. Да что ж такое, а? Так, здесь у нас на сейчас, в данный момент, моторама установлена в первом положении, и это 98 мм. По 98 мм машин, на самом деле, не так уж много. В основном, это у нас, вот, подобного плана суперкары, там, потом Aston Martin и всякие BMW, там, E46, которая суперкаром не является, но почему-то она вот под 98 мм взяла. И дальше, вот эти два положения, это у нас только 102 и 106 мм. Вот, ну, очень мало, скажем так, кузовов под такую ширину шаськи и под такую вот длинную базу. Ну, небольшой, на самом деле, выбор. Вот, поэтому тут есть как плюсы, так и минусы этого решения. Самый жирный плюс, на мой взгляд, это, естественно, там, центр тяжести низкий, естественно, нагрузка на ведущую ось со стороны базы. То есть, это у нас тут преимущество, там, в поворотах и во всем остальном. Для сравнения, сейчас показываю, вот у нас RM-ка получается. Вот, на первый взгляд, может показаться, конечно, что они одинаковые по колесной базе, но там разница буквально в миллиметры. Их так сразу не заметишь, а когда кузов пытаешься натянуть, это очень заметно. Ну, и, собственно, вот, здесь у нас RM, то есть, мотор за колесной осью и mid-motor, мотор в базе. Во всем остальном машина, в принципе-то, как бы, ну, видно, да, что это одна и та же шасси, просто разная моторама. Здесь даже, в принципе, практически один и тот же амортизатор. Вот, и, ну, и что еще я могу добавить? MM-кейт, конечно, это, ну, бомба с точки зрения, там, управляемости и прочего, это классно. Но и не лишены они своих минусов каких-то там, то есть, опять же, повторюсь, в плане выбора кузова. Во всем остальном круче самого MM по управляемости, ну, то есть, круче в плане, там, стабильности, в плане, там, управляемости, послушности. То есть, выше этого уровня, только уровень LM, когда мотор уже прямо вот здесь вот торчит, грубо говоря, на полу лежит. Я об этом рассказывал много раз в выпусках, там, с предыдущих по поводу мотора. Так, в остальном это вот у нас, пожалуйста, вот две, казалось бы, одинаковых машины, но очень разные, что по параметрам, что по, в общем, в плане по поведению, по темпераменту автомобилей. То есть, вот, настолько важную роль играет всего лишь этот маленький моторчик, который там может стоять сзади, либо перед этой осью. Ну, а что касательно самого McLaren, McLaren, естественно, не один, их там несколько вариантов есть. Вот, есть подлиннее, то есть, есть эта же модификация GTR, McLaren, я имею в виду GTR, который с длинным хвостом, у него еще длиннее. То есть, передний свес длиннее, задний свес длиннее. Вот, и, в принципе, вот этот вариант, это, наверное, один из таких, скажем так, характерных. Я вот еще коробку покажу с этой стороны, но у меня ничего особенного там нет. Суперкары, это основная, наверное, линейка, основная направленность кошек Mini Z была. То есть, они изначально там были сначала простые машины, а потом пошли упор, упор, упор на суперкары. Все больше и больше именно таких вот суперкаров было. Хотя, всенародную любовь у нас, например, суперкары не снискали, потому что, если бы сейчас здесь стояла там Е46 BMW, которая у меня была уже как-то на распаковке, к сожалению, не попала на обзор. Она бы, я думаю, гораздо была интереснее. А самое главное, что она спокойно становится точно так же вот на эту шашку. Ну, вот, это, в принципе, не особо там принципиальный момент. Тут, кстати, у нас три каких-то гонщика указано. Мексиканец, еще, наверное, какой-то латиноамериканский флаг и просто американский Салливан фамилия, чтобы это там не значило. Так, что еще хочу сказать по ММ. Раз уж мы у нас тут сталкиваем лбами, что на коробке, что на, скажем так, сейчас у нас кузовок еще не катается. Раз мы уже решили столкнуть лбами две шашки, точнее, шашка одна и та же, а две разных моторамы. Что я хочу сказать этим вообще видосом. Наиболее, наверное, правильным вариантом будет, поскольку у нас 0.2 модель одна из самых массовых была на какой-то период до появления 0.3. Наиболее таким универсальным вариантом, чтобы у вас прям все кузова остановились, но, естественно, широкие кузова, потому что, ну, то есть такого плана, да. Наиболее, наверное, правильным вариантом будет либо брать две шашки себе в коллекцию, потому что, в принципе, ну, где одна кошка, там их и две, и три и больше. Либо же покупать вот такой вариант, вот, что там 10-15 лет назад, что на сегодняшний день, если вы выбираете 0.2, конечно, о 0.3 мы как-нибудь потом поговорим. То есть выбирать такой вариант с такой моторамой, потому что у вас сюда сразу же встанет BMW E46, вот, и просто докупить мотораму RM-ку. Все, вы получаете, грубо говоря, одну универсальную шасси, да, вот, до сюда, до этой границы, это все одна машина, да. Вот, но при этом вы получите огромную разницу по управляемости и огромный зазор, скажем так, по выбору длины колесной базы. Вот, то есть, если у нас MM-ка начинается от 98 мм, да, то RM, она на 98 уже заканчивается, это, то есть, крайнее положение, там, 98. А здесь еще есть куда тянуть, там, 102-106, как я уже выше и сказал, вот, но, опять же, это вопрос того, какой у вас будет кузов, вот, а так, в принципе, как бы, если вы там собираетесь на какие-то там чемпионы соревнования и еще что-то, либо просто пытаетесь свой скилл повысить, да, скажем так, то, наверное, все-таки MM, я бы делал выбор в сторону MM, либо вообще LM-шасси, но, к сожалению, их достаточно не так просто ж найти. Тем не менее, MM-ка довольно распространена, вот, и несмотря на, там, ограничения по кузовам, вот этот вариант, наверное, более привлекательный с точки зрения рулежки. Но это все, конечно же, решать вам. Каждый решает сам для себя, что для него важнее, что для него нужнее, скажем так. Вот, я же, просто моя задача дать вам такой творческий импульс, то есть, просто заинтересовать вас такими замечательными машинами, которые японцы для нас создали 20 лет назад и продолжают радовать нас по сей день. Они по сей день, все эти машины производятся и продаются, правда, уже в другом исполнении, но, тем не менее, кузова еще, того же McLaren, пока еще есть. Так, у меня на этом все. Обязательно не забудьте про палец и очень прошу, подпишитесь, это очень важно, подписывайтесь на канал, не забывайте, потому что это очень важно для развития моего канала. Все, всем пока!